Самое главное, конечно, самое неприятное. Что скажете сегодня об этом инциденте, о поведении болельщиков? То есть вам, как легионеру, это вообще непонятно? Конечно, первый раз у меня. Я первый раз так случился. Другой раз видел торпедов, но я не играл. Но сегодня первый раз для меня, когда я видел на поле, это просто страшно. Если бы вы могли повлиять на решение сверху, вы бы что требовали для «Зенита»? Минус три очка, техническое поражение, что? Я не могу сказать тебе это. Это только директоры, президенты, судья, они тоже держат, что случилось. Но я могу сказать тебе, сегодня мы играем очень хорошо. Я думаю, если игра закончена, мы можем выиграть без проблем. Поэтому я думаю, три точки, это нормально. Потому что у нас вратарь, я думаю, тренировка невозможна три или четыре дни. Не знаю, если он играет, следующий играет. Поэтому это очень-очень плохо. Вы, наблюдая за футбольной жизнью со стороны, вам не кажется, что «Зенитовские фанаты» это вообще особый случай? Ну, я не кажется. Просто они валяются, очень сильные. Они смотрели, как его команда поможет все время. Конечно, непредно. Но сегодня это дело очень плохо, поэтому сказали еще раз. Сделал плохо для России, для футбола русского. Как фанаты? Как Антон Шунин? Как его самочувствие? Что с ним? Ну, конечно. Он первый, страшный. Второй, у него больно, глаза. Я спросил, я иду с ним, сказали, что случилось. У него попали мои ноги, мои глаза. И это сейчас я не вижу правильно. Я не вижу хорошо. Не преднало его, потому что попали на ногу. Это, возможно, остались без глаза. Никто знает. Хорошо, спасибо Богу, только так. Остался только так. Не смотрит так. Но это можно потерять глаза. Никто знает. Он сейчас шел без повязки. Вроде бы видит. Или действительно на один глаз ослеп, не знаете? Ну, просто он чувствует, как не очень правильно. Смотрит, как не очень хорошо. Но больше, я думаю, это больше страшно, чем другой.